ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очередной мастер-класс Бибич дал Дальнем Засвияжье, где недавно открыли первый в Ульяновске частный клуб настольного тенниса. Название «Пинг-понг» ему придумала Елена Волкова, владелица клуба. Ее проекту почти год. Пока команда Волковой работает больше на имидж, чем на прибыль. Мы за спорт. Мы продвигаем спорт массой. Мы хотим, чтобы дети у нас не ходили по улицам, не занимались, скажем так, не очень хорошими вещами, а чтобы они занимались спортом, чтобы у них были цели, самое главное в жизни. Вот это для нас первостепенное. Как и у любого участника, занятия в клубе «Пинг-понг» платные. При этом ценовую политику разрабатывали с учетом многих факторов и теперь утверждают, что она гибкая. Львиная доля заработанного, по словам Волковой, уходит на аренду помещения, на приобретение инвентаря, на зарплату тренеров. Я максимально пытаюсь снизить материальные затраты семей. Я сама вкладываюсь в этот клуб, на развитие этого клуба. Уходит очень много денег. Можно сказать, на одном энтузиазме работаем. Главное – все для детей. Сыграть в «Пинг-понге» может любой желающий. Вот и министр регионального спорта Сергей Кузьмин не удержался и продемонстрировал свои форхенд и бэхенд. В соперниках у него директор клуба Елена Волкова. Победу в этой спонтанной партии в любом случае одержала предпринимательница. Глава Минспорта пообещал, что разработает механизм поддержки молодого теннисного клуба. Самое главное, конечно, здесь, чтобы количество столов и количество занимающихся расширилось. Это вот самый главный механизм поддержки. На сегодняшний день в Ульяновской области зарегистрированы тысячи предприятий малого и среднего бизнеса. Клуб «Пинг-понг» – одно из них. Вот только аналогов ему найти очень трудно. Ведь производит «Пинг-понг» самый ценный продукт – здоровье наших детей. Михаил Сашанский, Юрий Конихин. Новости Ульянской правды.